друзья если вопросов по этой теме нет у нас ждет еще одна тема случайные леса random forest который я вам обещал если вопросы всем понятно хорошо случайный лес random forest это новая модель которую обещал вам рассмотреть хорошие новости эта модель которая подходит и для лечения решения задач регрессии и задач классификации то есть удобно подходит и там это эта модель достаточно гибкая то есть она как правило есть свое хорошо подобрали и параметры дает очень неплохой результат минус то есть это плюс и до 1 2 это был плюс до 2 это тоже плюс это минус у нее относительно эта модель сложная для интерпретации если вам нужно кому-то объяснить результат случайного леса это сложно почему бы получит тот или иной результат это уже сложно модус операндии этой модели это мудрость толпы друзья идея random forest очень простая вы помните на прошлом уроке мы говорили про дерево про дерево решений одно дерево строится и на основе этого дерева применяются принимается решение так вот random forest идея сама не вдаваясь детали есть это али важно но если не вдаваться в детали идея простая мы бы выращиваем много деревьев разных каждое дерево работает так себе но что принять решение не все эти деревья которые работают так себе они устраивают голосование и решение для задачи регрессии и классификации принимается большинством голосов то есть вот она вот она идея простыми словами случайного леса неким образом выращивается много деревьев каждое дерево дает на предсказание и общее решение от всех деревьев принимается голосованием для задач классификации большинством голосов а для задач регрессии среднее значение идея очень простая много деревьев дают нам решение поэтому как видите модус операнди это мудрость толпы действительно много не очень сильных моделей голосуют и мы получаем неплохое решение вот и вся идея понятно без при без детали есть детали которые мы не обсуждаем рамках нашего курса хорошо друзья очень просто в использовании даже нет 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 особого смысла в практике а вы сразу это просто покажу и все данные бостон помните бостон это цены на квартиры на недвижимость бостон считываем данные с помощью модуля файл оцениваем данные с помощью кросс валидации здесь на пара параметр 10 я в качестве примера выбрал три модели линейную регрессию дерево решений decision 3 и рандом и вот такой я получил результат мы не будем проверять но вы дома можете проверить вот такой результат смотрите друзья внимательно арт square арт квадрате самый высокий урана forest 085 дерево и линейная регрессия очень сильно отстают 0 7807 2 это разумеется всего лишь пример но как я вам сказал достаточно часто показатели random forest качество даст очень неплохое эта модель достаточно гибко не всегда в целом она неплохая еще один пример для задачи классификации через модуль data sets вы можете загрузить пример который называется банкинг маркетинг тут решается задача классификации опять же для задач классификации можно использовать random forest передаем наши данные оцениваем с помощью теста скор кросс валидации 10 раз в тут уже вместо линейной регрессии есть логистическая регрессия также я подключил decision 3 random forest и киене киене но с вами еще не проходили это на следующем последнем уроке что мы видим то друзья я напоминаю вам часто задачи классификации модели для для задачи классификации оценивать с помощью и юси и что вы видите там тут тут у нас два явных победителя logistic regression 0927 и опять random forest 0922 очень похожие оценки две другие модели дерево и киене проиграли это всего лишь два примера далеко идущих вывод из них не делайте но тем не менее random forest достаточно гибкая модель и на самом деле часто дает очень неплохой результат минус random forest мы теряем понимание результатов мы теряем интерпретабильность нам тяжело будет объяснить почему положит получит тот или иной результат если вы врач и вы назначаете на основе рано forest пациенту лекарства и у вас спрашивает почему мы дали это лекарство то вы ему можете сказать дружище я вырастил 100 деревьев они вместе проголосовали предлагают дать тебе вот такое лекарство но понять это будет сложно все эти 100 деревьев будет изобразить тоже сложно соответственно такой результат вряд ли удовлетворит пациент визуализация друзья вы помните что дерево можно было визуализировать вот так красиво в виде дерева и посмотреть как она работает друзья random forest это где это лес у нас вместо одного дерева есть много деревьев и соответственно мы не можем визуализировать как быть можно но смотри и смотреть на каждый дерево отдельности это может быть 100 деревьев 200 сколько вы выберете вы задаете параметр количество деревьев чтобы визуализировать random forest случайный лес используется парамер используется модуль который называется пифагорейский лес вы подключаете его к выходу random forest и он вам показывает так визуально схему каждого из деревьев вот наши деревья которые были построены для каких-то данных каждый вот это изображение это одно из деревьев в целом как на это смотреть чем короче дерево и чем более больше цветных тут квадратиков там зеленый красный синий чем лучше цветной синий квадратик это значит что вот дерево началось это корень и тут сразу же у нас появился лист синего цвета который почти все наблюдений синий это хорошо потом дерево росро-росро-росро отпочковался лист почти весь красного цвета почти все наблюдения красные это хорошо потом дерево растет большое количество зеленого но не все отпочковалась красная пичковала зеленый и тут дерево закончилось это первое дерево но как вы видите таких деревьев очень очень много до пифагорейский лес похож на лев на лес гидр я согласен да можно дать ему название лески то есть в принципе желательно чтобы дерево было короткое но этот нас уже меньше зависит и чтобы ним было много цветных таких листьев пифагорейский лес дает вам все деревья если вы нажмете на какое-то которое вас интересует и подключите к выходу подключите к выходу пифагорейского леса 3 viewer и нажмете на конкретное дерево то вы сможете увидеть конкретное дерево формате дерево но опять же друзья понимаете у вас будет у 20 деревьев 50 деревьев 100 деревьев вы вряд ли захотите смотреть на каждое дерево в отдельности и пытаться понять что она его значит то есть принципе средства изучения визуального леса есть вот такие но они не очень практичные иногда ими пользуются но не всегда потому что опять же у вас получится 100 деревьев смотреть на каждой из них вы вряд ли захотите даже если у вас 20 деревьев но можно вам поможет модуль пифагорейский лес и к нему можно подключать 3 viewer и изучать карьер каждое дерево в отдельности если вдруг в этом лесу увидите одно дерево очень короткое очень хорошее возможно воспользуюсь этим деревом но опять же это зависит уже от от ситуации так еще возвращаемся друзья random forest обратите внимание не требует никакого важного препроцессинга это тоже его достоинства не надо делать нормализацию не надо ничего такого делать но мы потеряли интерпретабильность понимание модели модель стала менее понятно ну ничего не поделать хорошо друзья сегодня у нас урок чуть менее короткий себя пока не разбегать еще пять минут на этом мы заканчиваем сегодня основной материал сегодняшней лекции домашний я не успел проверить я проверю завтра и выложу новую домашнюю на обе темы этот урок и следующий что найдет на пас